Доброе утро, друзья! Сегодня мы отмечаем День почерка, и поэтому встречаем нашего гостя. Это Елена Ванеева, графолог, специалист по почерку, любитель, как она сказала, это ее лишь хобби, но в том числе она сможет нам сегодня рассказать немножечко больше о наших возможностях в письме. Доброе утро! Доброе утро! Ну расскажите, с чего вообще началось ваше такое увлечение? Это вообще совершенно случайно была история. У нас был удивительный преподаватель по уголовному праву. Она была криминалистом, просто с очень большим опытом работы, и вообще человек очень интересный. Она как-то на семинаре сказала, хотите я вам расскажу? У нас был просто мегасеминар, и с тех пор как-то, ну вот, то там, то здесь, и эта информация как бы находит. Когда человеку интересно, он очень легко находит то, что ему там попадается на глаза, он ее не фильтрует и начинает изучать. Ну так вот у меня получилось. То есть не сказать, что это прямо такое, какое-то дело жизни, но это очень интересно на самом деле. Иногда это помогает, вот, каждый день. То есть вы можете буквально по пару слов, да, которые напишет человек, рассказать о нем многое? Ну, понять, по крайней мере, что-то для себя, сделать какие-то гипотезы. На самом деле графология не сказать, что очень уж точная наука. То есть на самом деле она очень прикладная. Ее используют, как правило, именно для того, чтобы, ну, допустим, знаете, как Оксана Лихачева, это один из самых крутых HR-ов у нас в городе, она говорит, что если вам кажется, что с человеком что-то не так, то вам не кажется. Вот тут такая же история. То есть если вам кажется, что что-то не так, и вы не можете понять, то в том числе, посмотрев на его подпись, на его почерк, на розчерк, там, да, это быстро, и это подсознательное же, то есть оно нас немножко задает всегда. То есть мы как бы многое, что в наших действиях, вот невербалика задает, мимика задает, ну и почерк в том числе. Поэтому если у вас какая-то вот степень неопределенности в принятии решения высокая, вы будете использовать вообще все, в том числе подпись, то, как человек смотрит, то, как он себя ведет с вами, то есть и как бы будете собирать это все. Поэтому иногда, да, это помогает, но не сказать, что это прям, знаете, как вот математика, да, то есть это нет. Бывают очень сложные обстоятельства в жизни, бывает, что почерк меняется в течение жизни, бывает кардинально меняется. У некоторых людей две подписи, например, вот банковские работники, кассиры, которые каждый день не по одной сотне, да, то есть у них рабочая короткая, своя она другая, потому что вы не нарасписываете, даже если она у вас очень обстоятельная, красивая такая, длинная, то просто времени нет. Соответственно, не всегда, естественно, то есть ошибка, то есть сказать, что, ага, я теперь все про тебя знаю, конечно, нельзя, то есть, ну, так не получится. Вот, ну, плюс ко всему, как бы совершенно правы, у нас не очень много сейчас возможности увидеть, как бы, рукописное письмо, то есть мы же понимаем, да, что большинство, как бы, людей переходят больше на электронное общение, поэтому, если что-то увидеть... Подписывать пока еще приходится рукой. Да, ну, да, вот, кстати, к вопросу о том, плюс поспись, это почерк вы же можете контролировать до определенной степени, мы же все стараемся иногда, да, то есть красиво там, буквки туда, ну, у кого как получается, у меня вот, например, нет, то есть у меня все равно это докторский почерк, вот, а кто-то может, да, то есть, соответственно, мы по нему характер уже так, то есть, как правило, говорят, что нужно брать там не первую сильно страницу, чтобы увидеть, когда вот эти вот особенности, она более достоверна будет, конечно. Мы можем прямо сейчас провести такой небольшой графологический, правильно я говорю, анализ, или как он называется? Ну, прям, ну, она, это, да, это называется анализ подписи, но вот, да, у нас есть картинка, по скольки параметрам проводят, допустим, анализ, то, соответственно, любой изгиб, любая петелька, любая там строчечка там и подчеркивание, оно о чем-то говорит, и чтобы, допустим, действительно серьезное заключение, есть это, да, это проводится, и почерк анализирует, и подпись, это действительно очень такая масштабная работа, она требует времени, ну, так, просто посмотреть, кто, о чем может сказать подпись, мы, конечно, можем. Давайте прямо сейчас у нас есть... Ну, давайте, кому не страшно. Ручка, мы вместе, да, с тобой, и ты, и я попробуем. Большую делать? Нет, большую не могу. Нет, давайте нормально на стол кладите, чтобы у вас рука лежала, как бы и расписывайтесь просто, да, желательно, да, не стараемся, то есть пишем то, что пишем обычно, то есть вот получаем в ведомости зарплату и норму. Это вот я расписался. Так, я тоже должна это сделать, да? Ощущение, что мы поженились только. Да, посмотри, я предлагаю вам сейчас показать это все на камеру, насколько это видно, вот такие вот у нас получились подписи. Подписи. Что можно сказать? Что можно сказать? Что никто из вас не способен к долгому монотонному труду, то есть люди вы порывистые и на самом деле очень азартные, то есть достаточно оптимистичны оба, потому что вот у вас она в горизонт ушла, кстати, это баланс, то есть это такой хороший нормальный реализм, вот это оптимизм яркий. То есть явно, что человеку как бы, ну, эту песню не задушишь, не убьешь, все нормально. Вот. Много вертикальных линий говорит о том, что вы умеете останавливаться и анализировать, то есть это вот такой чекбэк называется, то есть условно говоря не бывает так, что безоглядно влез. Вот. Что еще вам интересно сказать? Самокритичность, перечеркнутая подпись. И подпись, допустим, например, когда видно, что вот это вот конкретные буквы разделены, это говорит об открытости человека, то есть он стремится быть понятым и понятным для человека, то есть он такой компактный. А вот когда ничего-ничего-ничего непонятно, это говорит о том, что где-то внутри есть определенная какая-то сфера, которая закрыта для людей, то есть это как бы, ну, такое, только мое, да, там посторонний вход воспрещен и все в таком духе. Вот. Вот. В целом, вообще, в принципе, вот, ну, если мы посмотрим по линии, как она поднимается, да, то есть это говорит о том, что человеку достаточно легко принимать решения, то есть горизонт виден всегда, да, то есть и тоже подписи обе у вас выходят наружу, то есть они не замкнутые, то есть когда вот эти подписи заключаются в круг, говорит о том, что человек стремится лишний раз свое мнение не высказывать, то есть вот когда она совсем-совсем обводится, ну, наверняка видели такие подписи, да, когда она внизу, внутри маленькие буковки, сверху такое закругление, говорит о том, что человек старается лишний раз не лезть. Вот у вас нет ни у кого, но это, кстати, такая характерная, неочевидная черта, бывает так, что хвостики вниз уходят, это говорит о том, что человек не способен работать под чьим-то руководством, то есть ему тяжело принимать указания, выполнять чужую волю, то есть это такие очень независимые люди. То есть вы вполне командные игроки, вы вполне можете как бы договариваться и слышать, и слушать, и взаимодействовать, это как бы говорит. Вот эти истории о том, что, ну, вот когда мы смотрим на чужие подписи, вот очень часто пользуются чары этими вещами, потому что когда мы принимаем человека на работу, там, условно говоря, к директору-экстраверту взять сотрудника, у которого подпись на полстраницы, состоящая из одинаковых элементов, которые говорят о том, что он, ну, вплоть до занудства педантичен, то есть мы представляем, как этот лед и пламень сойдутся, и будет просто взрыв. И, соответственно, они часто подбирают в команду людей так, чтобы, допустим, один был спокойный, но не занудный, второй был там двигателем прогресса. И вот эти вещи, они, вот, когда у человека его не просят, там, а распишитесь, мы поанализируем вашу подпись. Да, то есть когда вот этого не происходит, когда человек просто там, да, там, анкету заполнил, расписался, то есть и он смотрит, о, друзья мои, нет, давайте у вас в соседний отдел, у вас там как-то все поспокойнее, то есть вот в таком духе. Вот, что вам еще рассказать про ваши подписи? У вас достаточно, кстати, это же, это под буква фамилии, да? Да. Вторая. Понятно. Ну, в принципе, ровные буквы говорят о том, что у вас, в принципе, одинаковые вообще. У нас тогда такой вопрос. Сегодня именно тот день, то есть день почерка, он призван для того, чтобы люди вспоминали о том, что нужно писать от руки, да, потому что... Да, мы чаще всего сейчас не пишем. Вот как вы считаете, будем ли мы в будущем еще писать письма, не знаю, писать вообще что-то ручками, либо нет, боль это наша или нет? Или можно, в принципе, все хранить в компьютерах, печатать письма? Ну, на самом деле, я думаю, что все просто, как и все, по сути, в нашей реальности, разделится на вещи повседневные, прикладные и вещи, которые идут немножко в разряд искусства. То есть, ну, кроме экологического аспекта, да, «убей, бобра, спаси дерево», понятно же, что у нас есть еще момент того, что дети сейчас на уроках иногда лекции на ноутбуках набирают уже. Ну, так быстрее, правда, объективно быстрее, и работать с этим проще. Но я думаю, что останется каллиграфия, останется во всех языках, да, то есть мы знаем, например, японской каллиграфии, китайской каллиграфии, наша тоже там совершенно прекрасно. Вот у нас проходят, по-моему, даже семинары там и мастер-классы по этой каллиграфии. То есть, думаю, что останется, а то, что это боль наша или не боль наша, ну, кому хочется, тот все равно же будет, да, то есть, понимаете, кто-то фольклорные танцы танцует, кто-то там еще, ну, да, кто из глины лепит. Ну, нужна нам сейчас глиняная посуда? Не нужна же, да, но ведь как-то лепим же чего-то, ходим, шьем руками, зачем? Да, то есть это уже даже не имеет смысла. А вот хочется, душа просит, вот пока душа будет просить, поэтому я думаю, что это все равно будет. Ну, куда оно, как оно, во что оно превратится? То есть у нас вот перья электронные появились. Да, сейчас художники же рисуют рукой, но это электронное перо, то есть, как бы, и все это. Так что все равно останется человеку свойственно, вот эта моторика, как бы, а письма, ну, вот мы, например, мы с подругой друг другу пишем. Правда, не доходят на Украину, но сам факт, то есть открытки посылаем периодически, то есть пишем письма. Я знаю, что есть, кстати, сообщество целое народа, которые друг другу вот просто объединяются, они находятся в соцсетях, обмениваются адресами, и просто друг другу пишут письма. То есть вот мне пришло письмо, радость, все. А можно сделать как? Можно написать письмо, сосканировать его и через электронку послать? Так мы тоже делаем. Чтобы не узнали, как писать вообще буквы. Да, так тоже делается, то есть, ну, да, действительно, есть потребность пописать. Я, например, человек, вот люблю бумаги, блокноты всякие разные, очень там, да, тоже вот интересный момент. То есть есть люди, которые вот прямо увлечены этим, и до сих пор там есть элитная канцелярия же, да, то есть мы все равно этим пользуемся, хотя это может быть непрактично, неудобно, и, представляете, ежедневник таскать тяжелый в сумке, допустим, женской, а у кого-то это целое там, прям с золотым обрезом, с закладками. Поэтому это все же красиво, все, что красиво, оно же всегда остается. Ну и почерк, правда, портится, я думаю, он будет у всех ужасно, потому что, ну, никто не успевает за мыслями, да, то есть как-то. Но у нас всегда есть стенография еще, так что я думаю, что мы рулим. Скажите, еще вы можете проанализировать почерки росписи известных людей, да? Что мы можем о них рассказать? Ну, это подпись нашего президента, да, то есть она на самом деле, в ней достаточно много повторяющихся элементов, то есть она, во-первых, очень ровная, она длинная, она совершенно горизонтальная, она без каких бы то ни было украшаловок, то есть это человек конкретный, человек-стратег, то есть не тактика-стратег, у него несколько вот этих повторяющихся петель в середине, то есть это говорит о, вот как раз способности делать длинную, монотонную, стратегическую, перспективную работу, тоже как бы изрядная доля, как бы, тщеславия, эгоизма в начале, то есть эти вот крупные заглавные буквы, обведенные в несколько раз, у него несколько, кстати, на самом деле подписей ходят по интернету, да, то есть если вы посмотрите, то есть та, которая слегка там, как-то она подчеркнута, то есть о том, что, подчеркнуто, зачеркнуто немного, то есть о том, о самокритичности, о том, что человеку свойственно постоянно контролировать, что он говорит, что он делает, ну, это логично, это накладывает, опять же, да, вы знаете, что подпись, например, она меняется с годами, да, то есть как бы и ваша наверняка поменялась, если вы посмотрите, допустим, старый первый паспорт, и вот сейчас она будет отличаться, так и тут, то есть человеческая деятельность накладывает. У Шевчука, например, очень занятная подпись, если вы вот откроете, посмотрите, она вся в пиках, острых углах, в каких-то чертах, вообще совершенно там разнонаправленных, и даже родственники говорят, что да, он бескомпромиссный, он совершенно не способен там практически согласиться с чужим мнением, у него очень всегда все или ничего, то есть все очень резко, вот, ну, прям по нему видно. У Диснея, если вы посмотрите эту подпись, она совершенно мультяшная, она причем, он всегда был человек такой, человек-бунтарь, человек, который говорил, что я буду делать не так, то есть у него прям вот вся индустрия вот этой вот студии построена именно вот на этом, и у него подпись, если вы посмотрите, она, во-первых, с рисуночками, он очень творческая личность, во-вторых, она вот наклонена в другую сторону, она в левую сторону такая, и достаточно остренькая, говорит, что, в принципе, с ним, ну, спорить было вообще бесполезно, то есть он такой был человек, как бы, вот, вроде бы мультики-мультики, а он вот действительно, как бы, очень в этом смысле неуживчивый был. Ну, Дональд Трамп там совершенно примечательная подпись, у него не просто не подпись, а чистокол, то есть у него очень-очень резкая она тоже вся, то есть, причем она длинная, она, это человек-марафонец, это человек, который все равно дойдет до своей цели, не мытьем, не катанием, это как бы совершенно, он совершенно, вот в плане, именно по подписи даже видно, что она, во-первых, у него разделена по двум частям конкретно, и вот, к сожалению, почерка я, кстати, не видела, страниц ни разу там, рукописных, чтобы он прям много там где-то был бы написан, но вот по подписи, судя, у него, она делится пополам, и в середине вот у него такой хороший пик, это говорит о том, что работоспособность человека, она не спадает со временем, то есть она, вот у вас вот тоже вот идет строго вверх, да, то есть видно, что как бы это способность тому, что бывает так, что вот начинают как бы бурно очень, а потом это, оу, и все, короче, сил ни на что нет, вот Трамп, он такой человек, у него пик в середине, то есть у него там хоп, второе дыхание, и как бы такая история, ну, он сам по себе такой человек, очень энергичный, в этом смысле как бы, ну, и неуживчивый видно там, да, серьезно, то есть спорить с господином Трампом я бы, наверное, не стала никогда, вот, судя по его подписи, вот, и что-то еще у него там, ну, и да, эти вот совершенно прекрасные заглавные буквы везде, то есть он всегда, он впереди планеты всей, то есть тут ничего не сделать, это человек-лидер, как бы, и по нему прям видно, что это вот так. Ну что, отличные, по-моему, интересные очень выводы, сделали всего лишь по одной подписи, это просто невероятно, что можно столько всего рассказать о людях. Там на самом деле это действительно, это такая история, она задает очень многое, да, то есть жесты, там, мимика, подписи, там, все на свете, все, как мы действуем, просто мы не замечаем этого в других людях, то есть только когда у нас начинается действительно серьезное раздумие, там, принятие решения, там, еще что-то, ну, вот там, да, жениться, когда собираемся, вдруг начинают возникать там, ну, какие-то вот вопросы, какие-то серьезные, тогда мы начинаем собирать отовсюду информацию, а так, это все перед руками, да, то есть вы видите подписи коллег, вы видите подписи руководства, вы когда на работу приходите, да, то есть как правило вам какие-то пропуска подписывают, еще что-то, вы все это видите, но никто этому не придает значения, серьезно, на самом деле подпись, она общее правило, то есть если вы посмотрите, у добрых у людей круглые, мягкие, буковки, у добрых таких спокойных, вальяжных, у людей, которые резки в движениях, у них на самом деле там взрыв эмоций всегда, а тонкости, но это тоже открытая достаточная информация, то есть понятно, что это сложный анализ, но так примерно как бы прикинуть всегда можно, у меня был один директор знакомый, он расписывался вообще вот такой вот одной петлей, ну и мне когда было, то есть вот он вот так и работал, то есть еще крестики ставят, крестики, да, ставят, то есть тоже тут вопрос, как бы это уже совсем как бы грань такая, когда уже на двух чертах вы ничего не проанализируете, но идея, да, то есть человек крестик поставил, все, идите, тут как бы такой вот вопрос, поэтому это все открыто, но мы просто не придаем этому значения, но это работает. Ну что, друзья, прямо сейчас распишитесь, проанализируйте свою подпись, либо, если вы хотите узнать что-то большее о людях, которые рядом с вами, то тоже сегодня попросите их расписаться. В принципе, руководство к действию мы дали. Да, направление поиска. Направление поиска дано, поэтому ищите людей, которые действительно вам интересны, и узнавайте о них чуть больше. Ну что, спасибо большое за это утро Елене Ванеевой. Спасибо. Доброе утро, друзья, отправляемся в новый день. И, Ира, не забывайте писать письма. Доброе утро.